Жестокая любовь Я хочу, чтобы вы оба покинули мой дом. Почему ты так говоришь, папа? Ты в своем уме? Нет, нет, я пытаюсь быть максимально благоразумным. Вы не представляете, как трудно мне контролировать свои чувства и эмоции. Я хочу похвалить тебя за твои усилия, Фернандо. Ты решила надо мной посмеяться? Совсем нет. Я думаю, тебе тяжело отпускать Лусию, ведь ты так ее любишь. Это похвально. И знаешь, почему Диего? Потому что настоящая любовь означает самые большие жертвы ради любимой женщины, включая ее потерю. Я не знаю, как мне отнестись к твоим словам. Ты предлагаешь мне уйти и быть счастливой с Диего? Почему бы и нет, ведь ты этого так хочешь. Я не стану тебя осуждать. Напротив, я хочу, чтобы ты была счастлива. Я и мой сын мы поймем тебя. Этот дом всегда останется твоим. Ты сможешь навещать сына, когда уборно. Прости, что ворвался сюда вот так. Ты знаешь, это не в моих привычках, Лаура. Но если не сегодня, то я не сделал бы этого никогда. Я всегда так занят. Мне нужно было тебя увидеть. Добро пожаловать в Лос-Милагрос. Я очень хороший друг Лауры. Прости, Хулио. Я вас представлю. Это сеньор Роберто, мой хозяин. Нет, не говори так. Не называй меня хозяином. Лаура член нашей семьи. Хулио, дай Лауре и сеньору Роберто поговорить. Лучше помоги мне. Давай, скорее. Я не знаю, что сказать. Я вам очень рада. Спасибо, что пришли. Я тоже очень рад тебя видеть. Я пришел, потому что нам очень не хватает тебя дома. К тому же я хотел извиниться за свои слова. Ответь мне. Что именно ты хочешь узнать о Фернандо Лаура? Все. Мне нужно знать о нем все. Как он одевается, что ест, куда и когда ходит. Для чего? Я не совсем понимаю, как этот сеньор связан с твоими планами. Фернандо муж Лусии, верно? Фернандо любит Лусию. Лусие любит Диего. Диего Лусию, а я люблю Диего. Поэтому я хочу знать, чем Фернандо смог удержать. Я могу ответить тебе сразу. Послушай, у него есть все, кроме денег. Но Лусию это совершенно не волнует. Мне нужна его фотография, чтобы иметь представление о том, как он выглядит. Нет, я знаю, что нужно делать. Завтра я поеду в Лос-Милагрос и дождусь, пока кухарка выйдет из дома. А потом я познакомлюсь с ее мужем. Раз вы оба решили получить это свидетельство, не думаю, что это было только ради признания моей смерти, но и чтобы признать Лусию вдовой. Но я не вдова, и это всем прекрасно известно. Нет, ты не вдова, Лусия. Ты не вдова, потому что я жив. Но я хочу знать, для чего тебе понадобилась эта бумажка, Лусия. Я хочу, чтобы вы оба объяснили мне это. Смелее. Знаешь, Лусия, может, и не нужно становиться вдовой, чтобы принять решение быть счастливой и жить дальше с ним. Представляешь, как здорово будет, если сеньора Лейера и я окажемся напарниками в этом деле. Я бы порекомендовал тебе найти надежного человека для прикрытия, Моника. Если я правильно поняла, ты предлагаешь мне свою помощь? Я предлагаю тебе затаиться на время, пока я не дам тебе сигнал. Я знаю Лусию и завязываю дружеские отношения с Фернандо, и не советовал бы тебе вот так приходить к ним домой. Будет намного лучше, если я устрою для вас обоих случайную встречу. КАСУАЛИДАТНО 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 Ну как, пошло? Вкус отличный, правда? Здесь мы готовим кукурузные лепешки, пирожки тако, бобы. Все на свете. Крис, тебе тоже нужно попробовать. Отлично идет с солью и лимоном. Давай. На здоровье. Извините ее, она всегда такая дружелюбная. Это ты меня извинила, Лаура. Ты работала у меня много лет, а я даже не знала о твоей семье, о сестре, об этом месте. Мне так неловко. Нет, это моя ошибка. Вы всегда справлялись о моей семье, а я почти ничего не говорила. Я была не права. Вы всегда так хорошо ко мне относились. Вы помогли мне получить образование, и вы оплатили половину суммы за мою учебу. Я многим вам обязана. Я вас подвела. Мы с Диего решили получить это свидетельство только с одной целью. Чтобы я смогла жить дальше и строить свое будущее. Не более того. Папа, давай забудем об этом. Не нужно ничего требовать. Я ничего не требую. Я лишь хочу понять, что происходит. Тебя здесь не было пять лет. И когда тебя похитили, у твоей семьи начались проблемы с деньгами. Диего. О чем ты, Диего? Не обращай внимания. Все равно. Они знают, что я прав. Когда? Вы оба знали о моем прошлом и, вероятно, будущем тоже. Конечно, кто я такой, чтобы решать или требовать что-то, потеряв свою память. И поэтому я мирно прошу вас покинуть мой дом. Идите куда хотите и решайте ваши проблемы, как вам обоим будет удобно. Кругом один беспорядок, Лаура. Я совсем не могу содержать свой дом. Только ты это можешь. Вы проделали весь этот путь сюда, чтобы рассказать о беспорядке в доме. Только для этого. Я должна знать, почему ты уехала. Господи, надеюсь, номер правильный. Дом моды от Эндида, мадам Элеоноры. Простите, мне нужно поговорить с сеньорой Элеонорой. Это невозможно. Мы отправляемся на очень важный показ мод. Но вы можете оставить ей свой номер. Нет, скажите ей, что это срочно. Это ее дочь, Андреа. В чем дело, Мольер? Кто это? Попридержите коней. Это ваша дочь, Андреа. Диего, нам с тобой не о чем говорить. Возвращайся домой. А я вернусь к своей семье. Не уходи так быстро, Луси. Не нужно трусить. Нельзя упускать возможность, которую нам дарит Фернандо. Разве ты не понимаешь? Он жертвует собой ради меня и сына. Я не могу его бросить. Он жертвует собой ради тебя и сына? Или манипулирует тобой, чтобы ты принесла в жертву себя? Фернандо настоящий герой. Он не может ходить. Он потерял память. И после всего он дарит мне свободу. Фернандо хочет выставить себя героем перед твоим сыном. Он тобой манипулирует. Усиэ. Мы не можем упустить этот шанс. Производство RTI Columbia для Телемундо. Автор сценария – Басилио Алуарес. В главных ролях – Маурисио Ислас, Майкл Браун, Паула Рэй, Ванесса Вильела и Хорхе Као в роли Нестра Саботера. В фильме также снимались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Операция «Маурисио Кадавит» Роберто Кортес. Композитор – Мигель Денарвайлес. Режиссеры – Родольфо Ойос, Андрес Бирман. Жестокая любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Лусия, возможно, это последний шанс стать счастливыми. У нас с тобой нет никаких шансов. Нам не о чем даже думать. Все кончено. Я не верю, что все кончено, Лусия. Диего, прошу, пойми, это конец. Возможно, я смогу понять, но не здесь. Тогда где же? Я хочу убедиться, что это действительно конец. Мама, ты нужна мне. Пожалуйста, возвращайся. Андреа, доченька, как же я рада тебя слышать. Почему ты уехала, мама? Кому как ты могла нас бросить? Я вас не бросала. Ты многого не знаешь, дочка. Но я хочу, чтобы ты знала одно. Я очень вас люблю. Мама, если ты нас любишь, почему бросила нас? Это неправда. Тогда скажи мне правду. Почему ты уехала? Почему не звонила, не писала писем? Почему, мама? Мама, все дело в Роберто. Дело в твоем отце. Он заставил меня покинуть вас. Лаура, я не знаю, как тебе сказать. Успокойтесь, сеньор Роберто. Не нужно волноваться. Просто мне нелегко принимать решение, но в доме без тебя все не так, как прежде. Не так. Сеньор Роберто, все время, что вы здесь, вы говорите только о моей работе, о ваших нуждах, нуждах ваших дочек и... И что? Просто вы так и ни разу не спросили обо мне, о том, что я чувствую. Прости меня, Лаура. Буду с вами честной. Я, правда, очень ценю то, что вы для меня сделали. Вы были исключительно добры ко мне, бескорыстны. Я вам очень благодарна. Но я не вернусь в ваш дом. Я не могу вернуться сейчас, потому что я запуталась. Пожалуйста, уходите. Нет, Лаура, прошу тебя. Он пристает к тебе? Нет, сеньор уже уходит. Прости меня, Лаура. В самом деле, прости. Дочка, я обязательно тебе все объясню. Только, пожалуйста, успокойся. Послушай, мне нужно срочно бежать. Сейчас я не могу с тобой говорить. Почему твоя карьера тебе важнее нас? Я всегда за тебя заступаюсь перед папой Беатрис. Я всегда за тебя заступаюсь. Они полностью правы. Порой судьба разлучает нас самыми любимыми людьми. Я не понимаю тебя, мама. Я никогда этого не пойму. И никогда не прощу папе того, что он разлучил нас с тобой. Милая, мне нужно идти. Обещай, я скоро тебе перезвоню. Я все тебе объясню. Но прошу тебя, не забывай, я очень тебя люблю, дочка. Твоя мама прекрасная женщина. Адриан, у нее есть право быть счастливой и свободной, тем более сейчас, когда она отвыкла от меня. Нет, папа. Я тоже считал, что у нее есть право начать все заново. Но это потому, что мы думали, что ты уже не вернешься. Вы с мамой любили друг друга, папа. Почему все не может стать, как раньше? Дедушка говорит, что настоящая любовь. Вечно. Правда. Твоя мама любила меня? Да. И ты ее тоже. Все вокруг тебе завидовали. Мы были самой счастливой семьей. Мама ждала все пять лет, папа. Ни разу за эти годы она не встретилась с другим мужчиной. До этого момента. Адриан. Сердцу не прикажешь. Так любовь и приходит внезапно. Твоя мама мурная женщина. Если она знает, что Диего мужчина ее жизни, мы должны уважать ее мнение и не отворачиваться от нее. Для тебя это так же сложно, как и для меня. Я знаю. Но мы с тобой вместе. Вместе и никто нас не разлучит. Зачем ты привел меня сюда, Диего? Мне неуютно в этом месте. Ты должна войти. Я чувствую себя в безопасности с тобой. Зачем ты меня мучаешь? Скажи мне, прямо здесь, среди этих простыней, что нашей любви нет и ты меня больше не любишь. Не нужно, Диего. Это несправедливо. Мы пережили здесь один из самых прекрасных моментов в нашей жизни. Пережили? Лусия. Лусия. Наша любовь до сих пор жива. Диего, прошу, довольно. Не будь со мной жестоким. Не заставляй меня проживать это заново. Белая, каждый раз, когда я целую тебя, все вокруг нас становится белым. Просто скажи мне, здесь и сейчас, что больше не любишь меня. Ты что делаешь, Фанни? Мы же собирались обыскать комнату вместе, а не ты одна. Прости, Моника. Я подумала, что это облегчит тебе поиски, сэкономит тебе время. Только не ври мне. Ты ищешь что-то, что хочешь от меня спрятать? Моника, я всегда была на твоей стороне. Почему ты мне не доверяешь? Я не верю тебе, Фанни. Что ты делала все эти годы? Ты обманывала меня. Папа? Папа? Что с Лаурой? Ты нашел ее? Вы говорили? Да, мы с ней поговорили. Но она не вернется. Почему? Что она сказала? Она настолько удручена? Она так много лет заботилась о нашей семье, что мы забыли о ее родном. я никогда не интересовался ее жизнью. Не нужно корить себя, это неправда. Мы многое разделили вместе с Лаурой. Лаура мне как мама. Наверное, она до сих пор расстроена, поэтому не хочет возвращаться. Но это не связано с тем, что ты не справлялся о ее жизни. нет. Это было моей ошибкой. Я не интересовался ее жизнью. Я тебя не оставлю, Луси. Тебе придется, Диего. Мы не сможем быть вместе. Я не собираюсь отдавать тебя так просто. Дело совсем не в этом, пойми. Некоторые вещи в жизни делать нельзя. Такие вещи, как любить друг друга. Что ж, думаю, уже слишком поздно, Луси. Потому что мы здесь, наши сердца разбиты, и мы оба любим друг друга. Посмотри мне в глаза. скажем, что не любишь меня. Прекрати, Диего, все кончено. Это конец, понимаешь? Нет больше парка развлечений, веселого цирка, тоже нет. Белый цвет исчез, не осталось ничего белого. я не люблю тебя, Диего. Не люблю, не люблю, не люблю, не люблю. Я не люблю тебя. Я сказала это, Диего. Я сказала тебе это. Только не здесь, Луси. Диего, я не люблю тебя. Я нужна своему сыну и мужу. Луси, это ужасная ошибка. клянусь, мы пожалеем. Уходи, Диего. Пожалуйста, уходи. Амор из Меркадо Эрес Ту Эрес Ту Кин сэр ром о ми вида пусть ты Я ром о ми вида Супрес аре а ки а ту ладо и те даре ту что знает отец чего я знать не должна я не скажу потому что ты меня возненавидишь я уже недалеко от этого если хочешь чтобы я смягчила свой гнев говори я я родилась в очень бедной семье порой я не знала что для меня дороже родной человек или кусок хлеба я росла словно дикое животное занималась мошенничеством воровала совершала преступления тебе повезло что ты не попала в тюрьму или может быть попала нет меня спас твой отец то есть твоя мама и отец так мама или отец определись меня выручила твоя мама она помогла мне жить дальше если бы таких людей как твоя мама было больше мир стал бы лучше но когда у тебя такое доброе сердце люди жаждут тебя уничтожить я дам тебе последний шанс если я узнаю что это не то прошлое о котором говорил отец для меня ты станешь мертвый как глупо только сейчас вспоминать о доброте Лаура я никогда не ценил ее по заслугам голова раскалывается выпей таблетку ты не привык к алкоголю возможно мы уделяли ей недостаточно внимания но папа она любит тебя ей просто стало больно я поступил с ней очень грубо мы два часа беседовали и все о чем я говорил это беспорядок в доме грязное белье и все остальное а ведь Лаура значила для нас гораздо больше мы ее потеряли так же как мы потеряли мама я знаю это ты заставил ее уехать из нашего дома и бросить нас папа где ты был папа ты неважно выглядишь тебе пока еще не стоит выходить на улицу самому я только прогулялся сынок и поверь есть вещи намного больнее мы с тобой поступаем правильно сын твоя мама заслуживает счастья но беспокоиться не о чем мы всегда будем друг у друга и у вас буду я мы все будем вместе не волнуйтесь мы с Диего во всем разобрались поэтому я твоя жена Фернандо и твоя мама Адриан мы все одна семья не молчи папа наберись хотя бы смелости признать свою ошибку ты все эти годы утаивал от нас правду ты права я не говорил вам правду а Папа, папа, в чем дело? Успокойся. Должно быть, это чувство вины. Ты ведь прекрасно знаешь, что разлучил нас с мамой, папа. Отвечай же, папа, не молчи. Объясни мне. Достаточно. Я не хочу, чтобы ты жалела меня, Лусия. Папа, не нужно так говорить. Мама права. Мы всегда были одной семьей. Верно. Я делаю это не из сострадания, Фернандо. Я делаю это ради тебя, Адриан. Мне пора спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброй ночи, чемпион. Спасибо, что ты рядом. Девчонки, а вы уверены, что вам не нужна компания? Я могу проводить вас до дома. Если хочешь прийти к нам в гости, открой холодильник и приготовь нам салат. Вот тогда и приходи. Отлично. Уже бегу. Боже, я по уши влюбился. Почему тебе грустно? Не нравятся шутки Холио? Я полюбила своего хозяина. А он никогда не полюбит меня. Никогда. Лаурита, не нужно на многое надеяться. Ты отвергаешь меня? Нет, дело не в этом, Фернандо. Тогда в чем? Послушай, Луси, если желаешь, чтобы я был твоим мужем, я должен чувствовать, что ты моя жена. Крис, я витала в облаках. Какая же я глупая. Я не осознавала, что постепенно влюбляюсь. Так всегда и бывает. Поэтому тебе так больно, Лаура. Он всегда был таким милым. Во всем меня понимал. Когда нужно было что-то объяснить, он делал это так тактично, так вежливо. Поэтому он одинокий. Он не виноват в том, что синьора Леонора ушла от него. Должно быть, он что-то сделал ей, раз она оставила своих дочерей. Он никогда не хотел говорить об этом. Даже дочкам. Он не говорил об истинной причине. Он предпочитает хранить это в тайне, чтобы девочки не возненавидели свою мать. Ясно. Отвечай, папа. Я хочу, чтобы ты объяснил. Впервые за столько лет я сегодня говорила с мамой. По-твоему, это справедливо? Достаточно. Согласен. Мне многое нужно вам объяснить. Но не сегодня. Я не в силах. Давайте пойдем спать. Ты была права, Леонора. Я не в состоянии сделать женщину счастливой. Фернандо. Я хочу, чтобы ты понял. Для меня это непросто. Я хочу близости с тобой. Это все, чего я прошу. Это может помочь мне вернуть память. Наверное, это Кристина. Насчет кафе. Что-нибудь принесла. Я сейчас, Фернандо. Девочка не знала, как это опасно разговаривать с волком. Она остановилась, чтобы послушать его, даже не подозревая, что волк может ее съесть. Мамочка, ты читала мне эту сказку много-много раз. Можешь почитать ту, про пиратов? Наталья, ты знаешь, папа запретил читать эту сказку. К тому же, она ничему не учит. В ней... Мама, я знаю, что в ней. В ней говорится о человеке, который выглядел добрым, но на самом деле был злым и убивал своих жен. Нам говорили о ней в школе. Пожалуйста, расскажи мне эту сказку, пока папы нет дома. Милая, мы должны слушаться папу, даже если его нет. Понимаешь? Либо я дочитываю то, что мы начали, либо выключаю свет. Выбирай. КОНЕЦ Слава Богу, ты пришла, Кристина. Больше я не в силах терпеть этот обман. Если Фернандо тронул на тебе хоть волос против твоей воли, Лусия, клянусь, я его прибью. Мы были тут. И он сказал мне прямо при Адриане, что я могу уйти. Уйти к Диего. Что я свободна и могу с ним жить. Что? Тебе можно, Моника? Мне надо с тобой поговорить. Зачем спрашиваешь, если уже вошел? Прошу, не учи меня хорошим манерам. Родригес звонил мне из министерства. Тебе? Мы договорились, что это будет моей сделкой. Похоже, завтра я получу от него ответ. Прекрасные новости, папа. Думаю, нам с тобой следует заключить перемирие. Если мы объединим наши усилия, твои дела пойдут в гору. Кристина, важно то, что я люблю Диего. Я люблю его всем сердцем. Клянусь, я не смогла бы отдаться другому мужчине. Каждый раз, когда Фернандо приближается ко мне, у меня холодеет сердце. Если не хочешь, чтобы он к тебе прикасался, тогда не позволяй ему. Скажи «нет» и все на этом. Мы не в Средневековье живем. Ни законы, ни Божьи благословения не дают мужу право мучить жену. Мы, женщины, имеем полное право сказать «нет» жестокому обращению к сексу, если мы этого не хотим. Делай, как он тебе сказал. Начни жизнь с Диего. Начни ее заново. Возможно, если бы я не встретила Диего, все было бы проще. Мне больно возвращаться к прошлому. Ты жила в настоящей сказке. Диего подарил тебе жизнь в мире грез. Как то свидание в цирке. Это была словно сцена из фильма. Да, и я говорю про то же. Фернандо всегда был так холоден. Он редко совершал романтические поступки. А когда это случалось, он делал это будто через силу. Луся, сейчас самое время уйти от Фернандо. У тебя есть шанс. Я не могу это сделать. Я не вправе так поступать с Адрианом. Я... Я не могу развестись с Фернандо и причинить боль сыну. Адриан не просился на свет. И теперь я не могу обидеть его. Или заставить страдать. Из-за собственного счастья. Я не могу. Ты можешь. Тебе проще со мной, Луся. Со мной, понятно? Проклятье. Конечно. Я люблю Диего больше жизни. Лицемерка. Сперва. Быть хорошим не так уж приятно. Знаешь что, Эулалио? Отныне все будет только по-моему. И мне плевать. Что из этого выйдет? Не будет ни твоих условий, ни моих. Пусть все будет демократично, с нашим обоюдным участием. Ты всегда был тираном. В конце концов, мне это надоело. Прошу тебя, Моника. Давай попытаемся не оскорблять друг друга. Ты можешь дать своему отцу шанс? Посмотри на меня. По рукам. Хорошо. Но мы должны держаться правил. Здесь не хватает нотариуса, чтобы засвидетельствовать наш разговор. Как и твоя мать, ты никому не доверяешь. Я делаю это, чтобы выразить свои чувства. Так я показываю свою любовь. Да, я пытался объяснить это твоей матери, но она мне не верила. Моника, не верь тому, что написано в том письме. Тереса писала его в помутненном сознании. Кто знает, что может взбрести на ум сумасшедший. Говоришь, она написала это письмо из-за своего сумасшествия? Конечно. В том письме нет ни строчки правды. Поэтому я прошу тебя отдать его мне, чтобы мы оба забыли о нем. У меня нет выхода, Крис. Клянусь, мне это... И не важно. Я уже прошла через это однажды и пройду снова. Мне нужно привыкнуть. Ты прошла через это, но ты не любила. В этот раз все по-другому, Лусия. Я так часто видела, как люди сдавались, угасали от печали. Я не хочу увидеть тебя через несколько месяцев совершенно разбитой. Это не имеет значения. Я знаю, что могу пойти на это. Я готова хотя бы до того времени, когда Адриан станет мужчиной и женится. Когда? Через 10 лет? 10 лет ты собираешься жить с мужчиной, которого ненавидишь? Не можешь терпеть и не любишь? Что с тобой, Лусия? Я понимаю, что тебе не хочется обижать Адриана. Но лучше, по-твоему, потерять Диего и остаться одинокой. Ты этого хочешь? Потерять Диего и никогда его не видеть? А как же ты хотела? Просто я не думала об этом. Не знаю, мы могли бы стать друзьями. Я встречалась бы с ним на рынке. Нет, Кристина, я не могу жить без Диего. Я люблю этого человека больше всего на свете. Я его люблю. Правда? Замечательно. Лгунья. Лицемерка. Я не хочу быть рядом с тобой. Адриан! Адриан! Иди послушай правду о своей матери. Фернандо, пожалуйста, не нужно. Мне нужно было выплакаться Кристине. Что ты услышал? Фернандо, мы просто разговаривали. Далеко не все, о чем болтают женщины. Правда. Я любил тебя и заботился о тебе. Адриан! Фернандо! Прости, Луси. Фернандо, что случилось? У тебя прихватило сердце, Фернандо? Папа, в чем дело? Ты в порядке, папа? Я не хочу больше жить, сынок. Фернандо! 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 О, Господи, Фернандо! Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании Централ Партнершип.